Аналоговое телевидение, существующее в нашей стране с советских времен, работает по принципу, когда один канал занимает одну частоту. При цифровом вещании на одной частоте может передаваться целый пакет каналов, мультиплекс. О готовящемся переходе на цифровое вещание говорили уже несколько лет. Час Х, когда в Сарове отключат федеральные каналы в аналоге, наступит уже 3 июня. Однако многие не понимают, что именно при этом произойдет. Вот сегодня я даже была в квартире, да, там 84 года. Люди не понимают вообще, о чем идет речь. Вот когда отключат 3-го числа, тогда и будет. Сколько мне тут жить осталось, не надо мне ничего, я его досмотрю. Вот ответ одинаковый. Большинство домов в Сарове подключены к кабельному телевидению. То есть сигнал жители получают в основном не с антенны, а с кабеля. Из домов, подключенных к кабелю, подавляющее большинство, а именно 681 дом, обслуживаются ТКС. В сети этого оператора остаются все телеканалы, которые присутствуют сегодня. В пакет ТКС входит и канал 16. То есть они остаются и в цифре, которая давным-давно запущена, и они остаются в аналоге. Поэтому беспокоиться в принципе нечего. Если человек находится на сетях ТКС, соответственно, все останется так, как и есть. Зачастую люди, особенно старшего возраста, не знают, в какой сети они подключены. По всем вопросам горожане могут обращаться по телефону ТКС 99999. Технические специалисты Канала 16 также готовы оказать помощь и дать консультацию по номеру 37 317. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.